Девушки отдыхают Все это экшен Он оставляет мозги абсолютно пустыми О чем это был фильм? Механик или перевозчик Я же тоже иногда смотрю Но я ловлю себя на мысли Что это вообще за фильмы? О чем они были? Что у меня в мозгах прибавилось Когда я этот фильм посмотрел? Ничего Это примерно как алкоголь Человек махнул Ну пусть полстаканчика И вроде как отключился Пользы от этого естественно никакой Но он Свою усталость Свою скуку преодолел Вот таким образом Просто смыл часть мозга В унитаз И живет с облегченными мозгами Вот так и психологическая разгрузка В замену алкоголя Вот такого рода фильмы И скука Многие начинают скучать еще в школе Преподают разные предметы Ну хорошо, учителя плохие Как правило плохие Они не могут привить интерес к своему Пробудить интерес к своему предмету Они не умеют Методик нет Естественно их никто не разрабатывает Все примитивно И даже никто толком не контролирует Какие методики применяются Эффективно они или нет Все это умерло уже давно Были еще в советские времена Учителя-новаторы Они что-то пытались сделать Сейчас тоже некоторые частные школы Пытаются экспериментировать Там вместо парт Там на коврике можно сидеть Или там бродить Как-нибудь Ну в общем Есть другие методы обучения И там интерес может пробуждаться Ну скажем Предметный мир Я как-то последнее Может быть единственное За последние годы посещение школы Куда меня пригласили Я там детям прочел Я даже не могу сказать Что это лекция Я им рассказал об истории Там Троянской войны Истории Древней Греции Какие-то показал картинки Принес древнегреческие шлемы Ну такие реплики имитации Меч там принес Пусть он резиновый Но он похож На настоящий меч Это вызвало восторг Интерес И таким образом можно Сбивать скуку Ну конечно История Это самый скучный предмет Ну конечно В школе Когда политика Диктует Уничтожение Отечественной истории Ее фальсификацию Конечно Этот предмет Один из самых скучных Я помню Еще в советское время Я сильно удивился Когда Где-то Какая-то Старшая Моя родственница Я там был еще Не знаю Там пятиклашкой Семиклашкой А там уже Взрослая была девица Которая сказала Ох Какой скучный предмет Эта история Я так округлил И думал Как это вообще Может быть такое Мне вообще Все было интересно Учителя были самые разные Где плохие Где получше Где бывали Очень хорошие В последних классах У меня Были просто Замечательные учителя Почти по всем предметам Мне все было интересно И интересно Начали изучать историю И мне история древнего мира Это самое интересное Что для меня было В годы детские Потом там Стали изучать физику Химию Ну это же Класс Это очень интересно Я переключился на физику И в конце концов Физика стала Моей профессией По образованию И некоторое время По работе А потом я вернулся Снова к изучению истории Я вот все время Вынужден Как-то Про свои книжки Говорить Ну любопытство Ж двигает человеком А если без любопытства Это все Вот Да Есть любопытство Я в этом году Выпустил два таких Огромных альбома Иллюстрированных Сам эти иллюстрации Собирал Большую часть фотографий В общем-то Это мои фотографии В крупных музеях В малых музеях Которых практически никто Из нашей страны не бывает Потому что Ну сколько в Грецию Может человек съездить Раз Ну я вот два раза был И целенаправленно Один раз Пелопонес Один раз Аттика Афины Вот две Две такие книжки Вы можете у меня приобрести Нигде больше Они не продаются Или Скажем История Европы Которую Тоже вы нигде Даже в университетах Не будут проходить Вот С этой С этой точки зрения И вот Две книжки Это Еще остается у меня Часть тиража Это Тень беса В общем Здесь Религиозно-нравственные Мотивы В истории Истории Европы Я не могу более подробно Говорить об этом Потому что Ну просто снимут Мой ролик И последняя книга Болото 20 века Это вот только что Выпущенная Вот Слава Богу Она довольно быстро Расходится Я надеюсь Что она скоро Скоро закончится Вы можете тоже заказать Но все-таки Об вот этой скуке Скука начинается В том числе И с Низки интеллектуального уровня Он же не Не рождается С этим Ребенок Он как-то Становится Недоделанным В том смысле Что его интеллект Не раскрылся То есть Было время Когда Надо Чтобы Вспыхнуло Любопытство К разным Видам деятельности В конце концов Месить бетон И что-то строить Это тоже Любопытно Интересно И я этим занимался И в студенческие годы И с отцом Что-то там вместе строили И сейчас Занимаюсь этим По мере сил И возможностей Хотя это и не моя профессия Но это любопытно Если нет любопытства К профессии То не будет Ни высокой квалификации Ни интереса к жизни Но пока Ребенок в школе У него вот Дают ему Такой спектр Разных предметов И как-то Один из предметов Который пробуждает Интерес Это Отечественная история Отечественная история Ее никто не знает И не собирается изучать И даже Бравируют тем Что просто ненавидят Историческую Россию Ну то есть Не знают И не хотят знать Истории России А чтобы обосновать Своё незнание Просто ненавидят Это политическое действие Это политическая позиция Это воспитывается Определёнными политическими силами Для коммунистов Большевиков Леваков Всё что было до 17-го года Это Понимаете Тёмное царство Они и ненавидят Всё то что связано С настоящей Истинной Россией И прославляют Богоборческую Русофобскую Так называемую Революцию Государственный переворот С истреблением Миллионов людей Конечно Не только эти Уголовные элементы Но они были Движущей силой Как пытались Вот сделать Как пытались Сделать на Украине Националистов Движущей силой Превратив их Набрав из уголовников Да Ну они вроде Не либералы И не левые А кто-то Ну будем называть их тогда Коммунистами И вот эти тоже Уголовники Были Движущей силой А там за этим Стояли Не будем подробно Говорить Кто финансировал И так далее Особенно в условиях Войны Ну представьте себе Удар в спину В условиях Тяжкой схватки Тяжёлого испытания Отечества Ну вот так И порушили Нашу страну Вот Ничего дороже Чем Образ жизни Обычных людей И границы В которых Удерживается страна Вот ничего дороже Нет Это вот самое главное Могут быть любые Политические режимы Если разрушается Семья И общины Поселений Которые Сами собой Постепенно создаются Если сдаются Куски территории Как Путин Сдал На Дальнем Востоке Как Шварнадзе Сдал На севере Тихого океана Как Медведев Сдал Шпицберген И Территориальные воды Норвегии И так далее Вот это Самые чудовищные Преступления Вот Путин Медведев Вот они конечно Чудовищные Преступления Совершили И На том свете Ни дна Ни покрышки Не будет А В истории Будут они Ославлены Ну хуже некуда Хуже некуда Как самые отвратительные Не просто неуспешные А именно Как самые мерзкие Людишки Которые Каким-то вот Чудом оказались Ну коммунистический режим Их вытолкнул Вот эта вот Серая моль И Заняла все Все пространство А у них одна мысль Только удержаться у власти Они тоже скучают Им скучно Им неинтересно Знать Как устроен мир Как устроено общество Как живет страна Из какой истории Проистекают наши корни У них у самих тоже нет Никакой родовой истории Они ноль Ничего неизвестно А ни о их деятельности До того Как им предоставили Возможность занять Вот эти Высочайшие посты Ни их родовых корней Ничего Нет Зачищено Потому что Либо вообще не знают Либо стыдно показать Вот А для нормального человека Для любопытствующего человека Одна из форм этого любопытства Направлена на свой собственный род Откуда я происхожу Откуда я родом Кто были мои родители Дедушки, бабушки Даже их Может быть Не обязательно родственники Но друзья Например С кем дружили Где работали Где жили И так вот Конечно По нашей стране Прокатились Такие войны И такие ужасные испытания Что далеко не всегда Удается какую-то Развернутую историю найти Да У меня вот Обрывается На моих Прадедах История И даже О прадедах Известно Довольно мало Но тем не менее Следующее поколение Оставили Дневники Переписки Фотографии И так далее И все это Ну я любопытствую Об этом Я с интересом Собираю там Предания Семейные предания Кто с кем Как воевали Например Мои дядьки Вот Как с кем служил Мой отец И так далее И все эти вот Есть внутренние Там семейные предания О дальних родственниках О ближних родственниках Вот все это Я об этом любопытствую Это собираю Я издал два таких Толстенных тома Тоже вот такого Большого формата Убористым шрифтом Специально для себя И для последующих поколений Где Все что я мог найти Там Детали Жизни Там Где работали Как Справки всякие Там И официальные Неофициальные То есть Все письменные Источники Все то Что можно превратить В тексты Ну например Переписки В течение многих лет Все это собрано вместе То что не может быть Опубликовано Для широкой публики Но это Собрано Мною для своего рода Я об этом Любопытствую О своей Собственной Семейной Истории И если Этого интереса Нет То какой может быть Интерес к истории Отечества Никакого И не интересуются И поэтому Посмотрите Нет Фильмов Посвященных Отечественной Истории А если Есть Это такие Занимательные Сериалы В которых Масса Всякой Чепухи Которые Не соответствуют Реальным Времени Даже когда Войне Снимают Это не соответствует Если какой-нибудь Бондарчук-младший Снимает О войне Что-то о Сталинграде То это чушь Собачья Просто там Ничего общего С реальностью Нету Ну а зачем Консультанты Там Историки Это же тоже Неинтересно Лучше же Такой игровой Фильм С ней Зачем тратиться На подлинность Государственной Политики В этом отношении Тоже нет Это то что То что этот Политический Режим Якобы Прославляет Отечество Вот патриотизм И так далее Это ложь Это антипатриотическая Политика Антипатриотическая Потому что она Полностью Фальсифицировала Нашу историю И в любом Месте Где Это Так называемая Власть Кавычках Касается Русской истории Она ее Извращает Искажает Потому что Не желает Знать Не имеет Никакого Любопытства К прошлому Ну соответственно И к будущему Тоже нет Любопытства Кроме К своей Личной Судьбе Карьере Деньгам И так далее Вот может быть В исключительных Случаах К своим близким Но история Страны Их совершенно Не заботит А мы Как их Противники Самые решительные Мы конечно Должны Интересоваться Подлинной Русской Историей Которой еще Не написано Да Есть Сочинение Карамзина И его подвиг Который он совершил Как Как историк Когда не было Еще профессиональных Историков Конечно Оценивается По самой высшей шкале Хотя Там есть ошибки И этот период Связан с тем Что не было Научных Исторических Методик А сейчас Есть И можно было бы Написать И можно было бы Составить базу Знаний по истории Как вот я пытаюсь Создавать Когда я Пишу Вот эти большие Большие книги Альбомы По истории Древней Греции Можно было бы Но это не под силу Сделать одному Человеку Русская история Хорошо документирована Есть огромные Архивы Все это надо Собирать вместе И создавать Как бы Постоянно Обновляющийся Научный труд Теперь не надо Это обязательно Содержать В толстенном В толстенном томе Который будет Разрастаться С каждым изданием Все больше и больше Но есть В конце концов Я заглядываю Есть еврейская Энциклопедия Ну там По каждой личности По каждому Обстоятельству Есть статьи А у нас Русская энциклопедия Нет Советская энциклопедия Это мусор Я от нее Избавился Там у меня досталось Одно издание От родителей Другое издание От деда Я от всего этого Избавился Это мусор Ну тем более Что справки Можно найти В интернете Где угодно Ну вот именно Подлинно Русский взгляд На собственную историю Ну может быть Такой Электронный справочник Его нет И эта власть Совершенно не собирается Этим заниматься Да Создал там Архимандрит Ныне Метрополит Метрополит Тихон Шевкунов Такую вот Ну не один Он А вот идея такая У меня кстати Ровно такая же идея Пришла В 2008 году Когда Ну как-то Меня пытались Устроить На работу В московскую мэрию Ну я был Безработным После депутатства Ну а куда же еще Оппозиционеру На улице Только выгоняют Все Никто не обеспечивает Работы В 2008 2009 Не помню Я пытался Устроиться И со мной Там встречались Какие-то мелкие Чиновники Как раз Вот в связи С деятельностью Общественных Религиозных Объединений Там Национально-культурных Сообществ И так далее Я такой Проект Даже написал И вот ровно Один в один Такой проект Который я написал Наверное Независимо от меня Реализован был Я предлагал ВДНХ Преобразовать Вот в такие Выставочные комплексы Где заходишь И там Интерактивная История Или Интерактивные Какие-то Интерактивная Среда Не обязательно Это по истории Но вот история Это было первое Ты заходишь И попадаешь В мир Русской истории Митрополит Тихон Сделал именно Это Именно это Я был На такой На его выставке Вот на этом Это интерактивная Выставочная Форма И конечно Это замечательная Вещь Замечательная Вещь И все Ее хвалят И дети Туда Когда ходят В восторге И может быть Это редкостный Случай Когда действительно Интерес к истории Пробуждается Я не скажу Что я всем Там был доволен В особенности Советским Периодом И Ельцинско-Путинским Там Постарались Как могли Вот Правду жизни Донести Но все-таки Не наступив На больные Мозоли Начальству Вот этим Подлецам Ну Эти подлецы Уйдут Эти выставки Чуть-чуть Подредактируют И это будет Интерес Это будет Место Где интерес к истории Действительно Проявляется Но проблема Не в этом Это хорошо Что такие вещи есть А проблема В ориентирах Большинства Граждан Которые Предпочитают Истинные Истории Какие-то Басни И вот Люди Левых взглядов Это просто Вот такие Басенники Они Просто Без этого Не могут Они обязательно Должны Повторять Вместо Исторических Фактов Исторические Фальшивки Вместо Рассуждений Об истории Повторять Лозунги Советской Эпохи Вот самым Примитивным Образом Я просто Иногда Диву даюсь Как могут Люди Пасть Вот до Такого Уровня Считая Себя Интеллектуалами Вступая В какие-то Дискуссии Я с такими Людьми В дискуссии Не вступаю Как только Я вижу Чушь собачью Написанную Некой Русской Историей До Недавности Все Я просто Не буду Разговаривать С этими Людьми Идите Либо учитесь Либо лечитесь Одно из двух Ну предпочитают Мне то и другое И вот Шизофрения Повторяется У всяких Вот этих Ведистов Родноверов Абсолютно Повторение Иудейства Только без Религии Иудаизма Но все Вот вся Клевета На христианство И прежде всего На русское христианство Вот идет От этих людей И даже как-то Иудеев не видно А вот эти Иудействующие Их полно Люди Не знают истории Не знают что такое русский Не знают что такое Русский народ Русское государство Ничего не знают А разговаривать готовы Коммунисты Которые клянут Всю историю Всю предшествующую Их Любимым кумирам Историю Они превратили Историческую личность Крупную конечно Но не вызывающую Никакой симпатии У приличного человека Сталина Они превратили В своего бога У них религия Такая появилась Ну конечно коммунизм Это религия Только такая Религия без бога Чудовищная утопия Которую реализовать Невозможно Но зато Можно мечтать И объяснять Этими мечтами Ненависть К своей собственной стране К своему собственному народу История История ведь Воспитывает в нас Понимание Человеческих отношений Человек остался Неизменным Его пороки Его устремления Когда ты читаешь Древние тексты Узнаешь Они очень знакомы Все это происходит Вокруг нас В микросоциуме В макросоциуме Мы видим Все это вокруг нас Если мы не испытываем Интереса К историческим событиям Которые изложены Компактно Сжато Зачастую С какими-то Нравственными Уроками Выводами То тогда И к собственной жизни Мы тоже Абсолютно равнодушны Мы равнодушны К созданию Каких-то связей Между людьми К тому Как живет Твое сообщество Твое поселение Твоя область Твоя страна Твой народ Не хочешь знать историю Значит ты не хочешь Ничего знать О собственной стране А о том народе Частью которого Ты себя По крайней мере Заявляешь Но если нет Ты тогда Частное лицо Живешь Частными интересами И тогда Ты Любимец Этой Ненавистной Настоящему Русскому человеку Власти Отрекаясь От поддержки Этой власти Необходимо знать Русскую историю Знать Изучать Понимать Нет такого учебника Который прочел И все понял Это не популярно В эрефии Имени Путина А у нас Именно это Должно быть популярным Любовь К истории В противовес Скуке И нелюбопытству Которое воспитывается И тем самым Разрушается народ Мы должны проявлять Воспитывать В себе И в подрастающем Поколении Интерес к истории И истории Своего рода И своего народа Слава Руси Господи Спаси Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова